Айо, 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 друзья, наконец-то врываемся мы на третью карту NAP против Eretics. Тут проблемы какие-то с серваком были, у Kiyashima, судя по всему, проблемы были с интернетом. Вчера этот матч не был доигран из-за проблем с подключением XMS, я так понимаю, поэтому матч перенесли на сегодня. Третья карта, счет 1-1 в Вестов 3 серии, ну и третья решающая карта Vertigo, Decider карта была. Ну и поглядим, как теоретики против NAP сыграют на ней. Всем хорошего настроения, с вами студия майнкаста микрофона Dead Dice, и пишите в чатик обязательно, за кого топите, либо за кого болеете. Так. У нас пока что entry frag за Нипами. Но это все может очень быстро измениться, если, конечно, постараются сейчас еретики XMS. Видит уже одного из своих соперников, правда в бланде он был некоторое время. XMS, 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 как же ему не везет, сейчас появится Рес и Плопский вместе с Вестом так же ставят по фрагу. Ну и последний лаки в рядах еретиков. В 1-0, на IP слишком легко, я бы сказал, для них было. Ну и давайте я быстренько X-Ray включу. Да, вот все. Все вернулось на круги своя, и посмотрим, как еретики будут справляться с фейнфорсбайами, если, конечно, они будут подзакупаться. Так, по формилкам у NIP их целых 4 имеется. Лишь лекра будет отыгрывать с калашом, а вот еретики фулэка отыгрывают. Даже флешку никакую не закупали. Ну, просто хотят отдать, скажем так, этот раунд и уже в следующем поевать против тех самых формилок, которые останутся на руках у них в пижамах. Ну и, кстати, неплохой стак еретики делают. В пятером под аплентом. Поглядем, как у них это удастся. Так, твист. Прорывается через макеи, но, кстати, здесь размен один в один. Невера забирает еще и твистар, рез минус xms. Да, подфармили, конечно, и найпип на двух фрагах, но потеряли так же не меньше. Минус 2 сделали еще и еретики в ответ. Так что для непов складывается не все так гладко, как они рассчитывали. Кроме мере, против фулэка стак у французов сработал как ни кстати лучше. Так, бомба уже поставлена от NIP. Ну и поглядим, как плопский с Киошима будет справляться. Да, легкий фраг по нему также присутствует. Но здесь плопский будет просто доедать еще и лаки. Последняя невера. Ну, не веря, в идеале, конечно, найти плопский и, возможно, еще кого-то подфармить. Ну, отставлять просто формилку на next round. Не уверен, что это самая лучшая идея. Все-таки у вас деньги будут на кольты. А вот мактен... Ну, пусть будет, пусть будет. В принципе, возможно, пригодится. Возможно, как-то на близкой позиции там рукавес работает. Либо что-то типа того. Так, 2-0. 2-0 за NIP. Не без проблем, конечно, но все же раунды не выигрывают. Вот, что у нас по закупке для Eretic. Будут кольты, я вижу, появляться. Здесь мактен дропается от неверы своему тиммейту. Возможно, кого-то будут в рампы запускать под флешки. Ну, либо что-то подобное. Да, все-таки маки отдают тот самый фармган. Ну, давайте, кстати, по кефам посмотрим, что у нас дают на Eretic. 3.19 и на Nipov 1.33 на этой карте. Ну, весьма-весьма оправданная кефа на лиджи-бете. Как по мне. Учитывая, что Nipov 1.33 на карте вертига мака. Энтри-фраг, кстати, по твисту делает. Фармилку свою уже реализовал. Ну, здесь еще неплохая подсадка от маки и киашимы. Вдруг кто будет с рампом проходить, то есть отличный шанс забрать кого-то в спину. Если, конечно, ниндзи в пижамах не будут чекать данную позицию. Аплопски замечает еще и лаки. Иксэмэс. Рез врывается через стеночку, но все-таки выключает его. Ну, там лаки, лаки забирает еще и флопски. В целом, плюсовой размен, конечно, для еретиков. Ну, и поглядим, как Nipov попробует распетлять всю эту ситуацию. В принципе, это реально. Сейчас 2 плюс 2 по плентам отыгрывают еретики. Еретики, но здесь какая флешка от Nibir, лаки, и хоронит Электро и навка. Отлично сыграно от французов. На самом деле, по экономике. Для Nipov что остается? У Реза Электро из плопски уже есть экономические проблемы. Особенно у Реза. Ну, наверное, на дигле, да, поиграет. Либо на Технайне. Остальные вроде бы с девайсами. Да, даже гранаты. Хоть и не в полном объеме, но все же присутствуют. Ну, и Рез с диглом первым армором. Даже флешечку себе приобретает. Ну, в принципе, неплохо выглядит закуп для дипов. А вот еретики, ну, прям порадовали в предыдущем раунде. Несмотря на столь большой кэф на них, показывают весьма-весьма достойную игру в целом на ESL One Rio. Групповой стадии европейской. Так, навк по себе неплохо так ХЕшку ловит вместе с Резом. А вот вторая уже мимо кассы пролетает. Так, мака. Так, мака. Так, твист. Минус кешим. Рез собирает еще и маку. Большинство, кстати, для непов. После этой череды разменов. Лаки. Сжигательный прокидывает. Плопски, плопски подгорает все-таки, да. Лаки сжигает его своей гранатой. Но и плопски падает. В любом случае, это 3-3. Ретейк попытается еретики сделать. Но вот удастся ли, это еще огромный вопрос. Поскольку позиции ключевые для себя и на пи заняли. Там с рукава Лекра, с рампу в Рез. Ну и навк также. Вместе с Лекра, возможно, будет вдвоем отыгрывать. Ну, либо в комбине с Резом. Отыграет. Времени все меньше. Диффуз киты присутствуют и у XMS, и у Неверы. Лаки, Лаки, минус навк. Лаки забирает еще и Рез. Последний Лекра остается в живых. Сможет ли он помешать? Нельзя. Диффуз, ну и Лекра, Лекра не залетает абсолютно ничего. У него и спрея, и бомба раздиффужена была. Еретики второй раунд к ряду забирают в диффенсе. И оставляют, типа, без денег. Да, Лекра остается с Калашом. Но, опять-таки, остальная его команда подзакупиться не сможет. Да уж, да уж. Еретики прям давят, давят свою линию. Так, Мака. Минус Плопски. Энтри фраг очередной для Еретиков присутствует. Ну, тут главное, наверное, реализовать этот самый автомат Калашникова, который присутствует на руках у Лекра. Твист. Кешима. Кстати, неплохая позиция имеется, но Рез, как же, он выключает его в антабщикам. Ну и, на самом деле, проблемки теперь для Еретиков появляются в диффенсе, поскольку за смаками будут отыгрывать. У них такие защиты. Еще Лекра, голову вешает по лаке. Невера. Мака. Маказин. Простреливает. Навка. Невера забирает еще Реза. Слушайте, а Еретики неплохо так ритейки вообще умеют делать. Я так погляжу на Авертига. Ну и, в целом, дела у них обстоят очень даже неплохо. Правда, вот Твист может внести некий деструктив, но нет. Не против XMS, а, по крайней мере, не сегодня. Лекра, ситуация 3 в 1 от него также проигрывается. Ну и Еретики. Еще один раунд. Уже третий подряд залетает. Кстати, тут серваки перезапускали раз 5, наверное, да? До старта матча. А у Кимашимы все равно пинг особо-то не выровнялся. Там 60 плюс имеется. Но, опять-таки, возможно, это для него проблема, а, возможно, и нет. Так, Нипы. Закупочка от них присутствует. Это 4 калаша плюс АВИК для Твиста Мака. Лаки под ромбами. Ну, здесь, на самом деле, очень аккуратно надо действовать Лекра. Потому что АВИК уже готов был его отстреливать. Но пока что Лекра грамотный молик откидывает, который Маку должен прогонять с этой полупозиции. Да, так и происходит. Но Лекра читает, читает пока что мовы соперника. На АВК. Пока что смещаются под АПЛЕНД, где только один напорник от Еретиков присутствует. Так что здесь кирушить, мне надо постараться, чтобы не допустить одним из пижамок под точку А. Твист, твист, твист! Выцеливает все-таки Килл Кинга. И Энтрефраг для Нипова. Значит, эта закрытая точка присутствует уже для них. Можно заходить, ставить бомбу. Главное, особо не медлить, пока еще хелпа не успела вся стянуться. Лаки. Кстати, неплохой смачок закидывает, чтобы закрыть рукав. Лаки. Там прострелом еще и хлопски задевает. В хэдшот, судя по всему. Но здесь Лекра уже на план вылезает. Лаки все-таки зашивает его прострелом через стену. Ну и третий раунд на ИП, судя по всему, в ответ таки забирают. Для себя после череды от французов. Ну и 3-3. Равный, равный у нас КС сегодня, судя по всему, будет. Никто уступать первенства не собирается. Невера с софтом играет. Та, ну не, не верю. Не верю. Какой софт, ребят? Вы о чем? Не, ну понятное дело, что нет. Ну, что за глупости. Так. Еретики. По баю для них все еще все хорошо. Но поскольку 3 раунда кряда они таки забирали. Подзакупаются, конечно же, на все свои девайсы. Все будет в полном порядке. Еще и деньги какие-то должны будут оставаться. Ну да, там 4 600 Невера, 2 900 ХМС. Ну и остальные, в принципе, худо-бедно там себя чувствуют. Но в целом закупка выглядит весьма-весьма полноценной. Даже эти пуски 3-3 штучки имеются. Мака ловит по себе первый прострел от Твиста, я так понимаю, либо от Навка. Скорее всего от Твиста, поскольку там 16 хп сильно маловато осталось. Так, ХМС. Не подставляется пока что под Плопски. Но топает, топает и тем самым выдает о себе информацию полную. Плопски уже готов его чекать. Буквально на префайре. Плопски. Ну, ХМС допустит ли он такую ошибку, что откроется сам от игроков атаки? Прям слишком будет наивно, наверное. Бачок торчит. Бачок торчит у ХМСа. И Плопски с удовольствием его принимает. В это же время Твист делает минус Мака. Лек разбирает неверу. Ну и просто посыпались в этом раунде еретики. Хотя, ну... Возможно, один из самых главных раундов первой половины. Сейчас проигрывают ребята. Хотя вот Лаки! Трипл килл какой ставит! Лаки! Просто безумец какой-то. Троих зашивает. 1 на 4 у него уже статистика. Еще и Лекарь читает. Но, возможно, до конца угол не будет проверен. И тогда Лекарь сумеет его в спинку забрать. Да. Бомба ставится под Б-плентом. Лекарь на чеканде будет. Ну, Лаки проверил. Лаки проверил Лекарь. Но, к сожалению, уже забрать его не сумел. Поскольку, ну, просто позиция была у него получше. Так, рез. Пока что стак от Эритиков. Ну, по подобию экономического раунда. Только сейчас они плент поменяли. Там Киошима в соло оставляют под А-плентом. Плопски. Так, ну, медленно. Медленно. Медленно атака от НИП. Не хотят допускать каких-то ключевых ошибок. Как это было противоэкономического. Когда два гана они отдавали. Сейчас, конечно, лучше к этому. Более ответственно подойти. Тут просто настреливают по всему чему можно НИП. Но все-таки в ответ намного больше домоголовят. А вот и энтрифраг для Плопски присутствует. Так что НИП, ну, хотя бы уже в плюсик себя ощущают. Я думаю, более комфортно будет и спокойно, морально заходить под А-плентом. И забирать Маку. Лаки минус Твист. Ну, Лаки хорош, на самом деле, в сегодняшнем дне. Игровом. Еще ХЕшка, правда, под него неприятная залетает. Вот Киошима с Неверой. Под иглу имеют каждый на руках. Лаки. Снавк забирает Лаки. Ну и Снавк. Сделает ли убийство? Нет, отпускает и Неверу, и Киошима, судя по всему. Ну и пятый раунд для НИП. Несмотря на, казалось бы, хорошую серию для Тимири Этикс. Сейчас чувствует себя не так уж и комфортно. Киошима попытался вылезти еще, чтобы сделать какой-то шот по телу. Чтобы потом от бомбы просто игрок НИП взорвался. Но этого, к сожалению, для Киошима не произошло. 3-5, но у Тимири Этикс хорошая экономика, зато присутствует. Так, НИПы. Так, подлаки какие-то, вижу, начались. Твист. Лекра. Так, ну и Этикс. Что нам покажут? Пока что сетапы 2 ВП у них присутствуют. Мака. Будет с рукава сейчас нырять с Абиком. Ему бы флешку, на самом деле, кто-то накинул. Было бы прям совсем хорошо. Но, в целом, Тимири Этикс по плентам сейчас расплитились. Тут Мака и Невера. Будут с Абиком сейчас чекать ключевые позиции. Но Мака в рукав никого не запустит. Что-то, наверное, уже есть таким стопроцентным защитным средством. Но Абик пройти здесь реально трудно без флешек. А даже если и флешка, то там по таймингу может прокинуть. Точнее, не прокинуть, а сделать выстрел Мака. Хотя вот такой вот Молик. Обгоняет, конечно, его с ключевой позиции. Лаки прокидывает на него еще и зажигательную за цемент. Мака. Кешима. Здесь подсадочка, кстати, будет, но фармилка. Ну, не совсем тот девайс, который бы хотелось здесь иметь при таком бусте. В прыжочке Кешима ставит минус навка. Это было красиво. Ну, прям, на самом деле, круто сыграно. Лаки. Лаки забирает Резона. Далее последовал размин от Твиста. Ну и 3 в 4. 3 в 4. Два Абика все еще не сказали своего слова. Вот Мака забирает Лекра. Твист остается последним. Невера взрывает Плопский в этот момент. Ну и Твист. Что же ты будешь делать 1 в 4? Ну, 15 секунд на таймере, скорее всего, будет сейвить. Особо-то и вариантов больше нет. Как таковых. Так, ну и Ритикс. Важно зацепиться сейчас за дальнейшую серию в диффенсе. Чтобы сразу не отдать потом дальнейшее преимущество Нипам. Если это удастся, то все будет у них максимально замечательно. Да, поскольку там по деньгам, ну, откровенно говоря, слабенько. Мака 2000, 2700, Укио и остальных ровно по косарю. Там, ХМС 1100. Но, опять-таки, это не те средства, которые позволяют Вампирь закупиться в случае потери 5 девайсов. А вот у НИП, ну, у троих игроков хотя бы денежка еще остается. В случае чего. Так, Рез. Попытался ХМСа под флешку открыть. Но здесь ХМС более глубокую позицию под стенкой занимает. Твист, проход под рамбы. Флешка от КТшника. Так, ну и Навк не вера. Сейчас в какой диспозиции находится? Флешка просто феноменальная была от Плопски. Ну и здесь Навк делает череду разменов. Хотя нет, Лекар все-таки забирает Маку. А вот ХМС не был абсолютно прочитан. Куда же настреливал сейчас Лекар? Не совсем понятно. Но, видимо, думал, здесь под ним находится ХМС. Но зато Плопски сделал размен. Так, ну 2 в 3. Вряд ли сейчас еретики пойдут в дальнейшее выбивание. Тем более, что Рез еще и Лаки подловил. Буквально один девайс у Кио Шимы остается. Кио. Ну да, здесь сейвить надо. Особо-то вариантов для него больше нет. Так, что, кстати, по статке веритиков. Давайте поглядим на вертига. По проценту мидрейта. 100% мидрейт за 6 карт у Еретикс и 80% у NAP. Ну, достойный, достойный, конечно, показатель. Правда, соперники у еретиков, ну, были, откровенно говоря, так себе. Хотя вот мой Star Rider, Sprout, наверное, еще более-менее соперники. Ну и без паузы. Еретики будут обходиться, судя по всему. Ну, сейчас что им делать по Заку? Там 4000 у Кио Шимы. На АВИК в любом случае не хватает. Так что закупка до 2000 выглядит максимально оптимально. Да, даже Лаки с Макой будут на Юспах отыгрывать. Ну, видимо, в ожидании уже своих АВИКов будут. Ну, а вот на Кио Шимы. Для Кио Шимы есть работенка в этом раунде. Особенно, если под него NAP будут открываться, то есть хороший шанс настрелять себе отличную стату. Ну, флешка от Реза просто хранит все шансы у Кио Шимы. Парочку убийств в этом раунде. Ну, и трофейный калаш переходит в руки Лаки. Твист. Хаешка там сейчас неплохая будет по Иксэмэсу. Да, 60 хп ему просто отрывает. Но здесь в целом 2 плюс 2. Где-то тяки расплитились. Рез. Кстати, медленно очень NAP действует. Буквально по пикселю пытаются выцеливать своих соперников. Рез, рез, рез. Рез какой же тайминг мог бы для себя плохой найти. Но все-таки сумел его перестрелять. Иксэмэс падает. 3-5 уже ситуация. Здесь еретики. Ну, что они могут сделать? Парочку минусов, наверное, это как максимум. Хотя Рез и Лаки так же не прощает. Там сальтуху такую Лаки провел. Так. Ну, и Лекра выходит в спину. Не должен тукать Неверу. Собственно говоря, с этим он успешно справляется. Ну, и последний магазин. 4-7. 4-7 для неплов. Так. Микро понерфил. Если вдруг... Плюс уши. Так. По идее нормально должно быть. Ну-ка, отпишите в чатик. Возможно, слишком близко поставил. Как вариант. Так. Еретики. Сетап 2 АВП вновь нам демонстрируют. Невера, правда, будет без армора отыгрывать. А вот у Маки все с этим чудесно. Даже присутствуют диффускиты для Киошимы. Ну, и НИП. НИП по старту... Ну, кстати, не особо там много по себе урона там. Словили. 8 хп лишь твист потерял. У остальных же все с этим замечательно. Твист. Со спуска пытается как-то найти. Но Мака очень-очень аккуратно и осторожно действует. Чтобы не подставить свой коллектив. Так, есть. Плюс, плюс, плюс. Все, отлично. Тогда, если пофиксил, это радует. Да, друзья, не забывайте, что тут задержка еще есть между стримом и, скажем так, когда я зачитываю ваши сообщения. Буквально секунд 40. Так, Мака. Мака, Мака по пикселю пытается выцепить. Но, в любом случае, пока что он никого из соперников своих не обнаруживает. Мака сам потерял 51 хп. Кио. Хаешка просто на миллион. Еще даже понастреливал на ней. Ну и пойдут ли на ретейк? И ретяки, вот в чем вопрос. Сейчас неплохие смяки закидываются, отрезая рукав. Но там пропуш. Пошли сами игроки непов. Лекрайплопски уже играют в упоре. Возможно, даже буст какой-то сделают. Но не совсем обязательно, скажем так. Это будет. Ре забирает Маку. Ну и просто на сейв французы должны уходить. Да. Кулопски еще кешим. Но здесь и подсейвить не удалось. И раунд выиграть тоже Eretics не смогли. 4-8. По деньгам там вновь все очень-очень скудно. Так что для команды NIP отличные новости. Хотя, возможно, раздропают. Раздропают девайсы. Там я вижу Фомас появляется. Кольт Авик. Вот сисплом еще кто-то стоит. Возможно, там в девайсе какой-то подымет. Да, все-таки форсят на все деньги. Хотя вот Невера 2000 оставил. Иксмс 1700. Но это такой полубай с акцентом на то, что в следующем вдруг подсейвят, смогут подзакупиться. Еще Лекра каких-то головы выдает. Минус Эксмс, минус Лаки. Невера за плентом с деглом особо так же. Импакта много внести вряд ли сможет. Плопски. Плопски залезает уже на бордюрчик. Рез. Ну что, диффуз китов нет. Невера, Невера, Невера. На голову отдали. Чуть-чуть. Не повезло ему, чтобы забрать еще и Реза. И, к сожалению, для себя Еретикс. Ну, не берут такой полубай, что по деньгам там остается. Ну, Авик подсейвят. Окей. Сможет подзакупиться Невера и Лаки. А вот у Эксмс останется, ну, не знаю, Дигл разве что. С армором. Ну, либо фармил какая-либо подзалетит. Тоже как опция. Где счет посмотреть? Ну, вот как бы... Вот. Счет. 4-9. Мака и Кио, кстати, делают еще по убийству. Киошима тем самым сейвит себе калаш. Но зато Маку Рез успевает забрать. Так, пинг спрашивали. У Кио 66. Ну, не особо тут и разница, на самом деле. Это не пинг 200, что прям неиграбельно. Но, с другой стороны, какой-то имбаланс, возможно, для Кио оно и вносит. Так, 4-9. Паузу колят сейчас Еретикс. Явно, ребятам, есть что обсудить, поскольку, ну, все идет явно не по их плану. Так, ну, ожидаем, ожидаем, что же тактически обсудят французы. Да, друзья, кстати, не забывайте, что вы можете еще зайти на мультитвич. Там еще на первой трансляции также идут матчи. Причем очень-очень даже интересные. Комплексики против Фнатик и Энс против Виталити отыгрывают. Так что обязательно вливаемся и смотрим очень много кейсика. Да, подзакупились Еретикс в принципе на все свои средства, даже там, ну, чуть-чуть осталось, но, опять-таки, не критично. Для них, ну, там, не хватает буквально парочки гранат, наверное, в идеале еще пара диффузов китов. Но, опять-таки, это все уже роскошь была бы для КТ. Так, Мака. Получает прогрена по себе минус 30. Твист. Минус Мака. Хаешку какую же под ноги! Прям в лицо Твист. Словил лицом буквально. Принял. Зажестко. Знаете, как в футболе прям. Принял на голову. Так, Твист. Минус Киашимон. 3 в 5 уже ситуация для Еретикс. Но все еще Лаки надо пройти. Помнится, мне он там триплкилл с одного зажима забирал. Невера забирает в лобски в этот момент. Кстати, здесь Еретикс. Так-то 2 плюс 1 стоят. Причем Невера под бэссайт может вообще никого с этим АВП не выпустить. Но он смещается под аплэн, чтобы халпануть своим ребятам. Ну, я так понимаю, здесь олэйн для французов. Либо угадывают и берут раунд, либо просто будут уходить на сейв, если и НИП под бэссайт выйдут. Но поглядим, как это сработает. В идеале Еретикс такой раунд должны забирать. Поскольку все позиции полностью контролируются. Твитт взрывает Неверу! Как это было жестко! Невера как будто не готов был. Лекра и Твист также делают луфрагу. 4-10. И несмотря на укрепление, раунд берется игроками команды НИП. Красиво. Красиво сыграно. Лаки. Твист ХЕшку неплохой, кстати, прокидывает на него. 3-4 хп тут теряет. Так, ну и Лекра. Лекра под мид смещается вместе с Резом. Здесь в близкую позицию от французов не отыгрывает абсолютно никто. Твист. Флешку прокинул. Но играет максимально бережно к своей позиции. Ну, вскрыть его там не так-то и сложно. На самом деле, я еретикам. Поэтому играть надо Твисту очень-очень аккуратно. Кстати, 14 на 7 идет. 100 АДРа. Прям шикарная стута. КД-2. Твист успевает унести ноги от Маки. Который с фармилкой там просто был готов уже его принимать. Но Твист. Знает, знает, как играть против таких позиций. Маку посадили на ящик. Кстати, не самая очевидная позиция, которая изначально-то может и не прочекаться атакой. А вот под Бес Айтем здесь может быть огромная Дыра. Потому что лишь один ХМС. Ее готов принимать. Хотя вот не Вера Смита. Чекает проходку. ХМС видит рампы. Лестница, которая Кешима забирает Лекра. Кстати, отличный фраг был от Кио. Лаки забирает Рез от Пис. Есть с вами по магазину. ХМС падает от Плопски. Хотя, красивый угол для себя же выбрать. Плопски, 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 Плопски. Плопски просто делает трипл килл. И не пропускает абсолютно никого к защите. Под точкой Б. Лаки, правда, делает размен. Но у него осталось всего лишь 12 ХП. И Твист с удовольствием справляется и с ним. Этот Плопски на карте Вертига, он просто не прощает никого. Помню, Сомневный Астралис здесь не выпускал. Поэтому этот парень знает, что делать в этой игре. 4.11. Шикарная половина для неплов. Ну и поглядим, сумеет ли Еретикс потом камбэкнуть на второй половине. Потому что пока что слишком уж имбово выглядят NIP. Так, и что у нас по кэфам? Вообще, давайте посмотрим. 9.67 дает GGB на Еретикс и 1.04 на Ниньц в пижамах. Ну, кэф по делу, наверное. Хотя 9.10, ну, выглядит очень-очень даже аппетитно. Но поглядим, поглядим. Все-таки НИПы на Вертига именитые уже команды обыгрывали. Поэтому опыта, наверное, у них будет побольше. Так, что у нас, кстати, там по параллельным матчам? Комплексити камбэкуют против Fnatic. Там уже счет 10.13. А вот Энс обыграли коллектив Vitality на своем пике на Мираже со счетом 9.16. Так что, ну, там уже... Да, там матчи уже завершились. У нас тут еще каточка идет в полном ходе. Ну да, мы, в принципе, позже начали. Поэтому все, наверное, логично. Плопский зверь. Да, плопский нереально жесткий. Друзья, пишите, с какого города смотрите нас. Кстати, там еще сейчас на ИСИА отыгрывает HellRaisers новый состав. Довольно-таки неплохо смотрятся эти ребята. Ну, по крайней мере, на бумаге. Посмотрим, какие будут у них результаты. Продолжение следует... Так, ну, ждем. Ждем начало второй половины. Макароны по-плопски. Да-да-да. Есть такая фраза. Макароны по-плопски. Макароны по-плопски. Продолжение следует... Так, матч возобновлен. Да, друзья, просто не хочу уходить на музыкальную паузу, поэтому просто подождем, пока у нас здесь матч продолжится. Да, все, врываемся на вторую пистолетку. Ну, NIP теперь со стороны защиты, не пыжи будут. Ну, в основном они агрессивно действуют, да. А вот юридики будут атаковать. Ну, поглядим, поглядим, как NIP будут занимать B-side, потому что плопски, плопски под точкой B, умница мне, ну вообще никого не прощает. Кстати, твист угадывает местонахождение маки, но буквально на 18 хп продамажили того. Ой, здесь NIP полностью готовы к этой пистолетке от юридиков. Твист, 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 лекра... Кстати, Маха забирает плопски главного опорника B-side, а лекра твист делают по размену. Ну и ситуация 3 в 4. Для защиты выглядит просто как закрыто против юридикс. Если, конечно, шельные хэдшоты не полетят, лекра забирает XMS, а реза забирает еще не Веру, но и Киошима. Килл Кинг! Легенда французского КСа остается последней против 4-х и падает просто от реза. 4-12! NIP! Готовились, готовились, видно, к карте Vertigo. И сегодня подошли при хорошем духе и в целом в отличной форме на этой карте. Так, погодите, сценарий проверяют. Да не думаю, что я здесь какой-либо сценарий. А это все такое. Это все лирика. Так, Еретикс. Экономический раунд нам сейчас покажут. Ну, в идеале, конечно, забрать парочку девайсов унипов. Ну, либо просто их хотя бы убить. Чтобы повредить экономику КТ. Но, наверное, NIP здесь сыграет надежно в своем стиле. Невера. С глочком. Ну, здесь такой легкий формбай, я бы сказал, для НИПов. Три формилки есть. С них же надо и настреливать в основном. Но здесь только навык имеется с формилкой. Хотя вот не так далеко еще имеется и квист. Если с миром, конечно, перетянется. Кстати, один в один навык с лаки разменялись. Ну, очень плохой, я бы сказал. Показатель для диффенса. Рез забирает двоих в ответ. Ну, и здесь Рез делает трипл килл. Забирает тринадцатый раунд для НИП в пижамах. И последний глоток воздуха сейчас может быть для еретиков. Потому что, проигрывая этот раунд, они уже будут отдавать просто маппойнты. НИП в пижамах. Так что надо... Так. Да, пять калашей. Остается две формилки на руках у НИПов. Ну, в принципе, они-то девайсы теряли, поэтому... Поставляли то, что присутствует на руках. НАПК, шикарная флешка от Реза. Выключает уже Эксэмэса Мака. Мака прострелами через СМАКИ все-таки забирает НАПКА. Ну, и как же все хорошо сейчас складывается для команды. НИП Плопский. Минус два еще делает. Минус Нибера, минус Лаки. Почему-то нам Абсервер этого не показал, к сожалению. Автодирект. Ну, да ладно. Киошима вместе с Макой попытается 2 в 4 еще как-то распетлять подобную ситуацию. Но, друзья, сами понимаете, что здесь слишком уж сложно будет что-то подобное. Провестил Лекра, забирает Маказина. И последним остается Кио Кинг 3-3-13. У него статистика, ну, прям совсем не идет. 39 АДР в среднем имеет. И один из трех убийств был в хедшот от Кио. Ладно. 4-14, судя по всему, для НАПИ. К сожалению, борьбы мы здесь прям сильной такой от еретиков не видим. Так, ну, микро-микро-микро. Просто сегодня просили погромче делать. Возможно, поэтому посторонние шумы какие-то вам слышны. Но, в целом, все должно быть отлично. Сейчас. Да, Киошима будет сейвить. Судя по всему. Да, 17 секунд остается. Бомба у него не на руках. Под полным контролем. Не в пижамах. Ну, и НИПЫ. Буквально в двух шагах оказывается от победы. На карте Вертига. Очередной. Давайте даже посмотрю, что у них там по стрикам. Так, ну и давайте поглядим. Да, у них там не 100% винрейт, конечно, как у еретиков. Но все-таки 80% против топовых коллективов. Три подряд уже забирали против Дигнитес, Астралис и Комплексити. Они одерживали этот верх. Поэтому, ну прям, очень хорошо себя чувствуют на этой карте. НИП. Ну и бай последней надежды для Team Eretix. Здесь, ну, полная солянка на самом деле. Киошима с Калашом остался. А вот Мака с Галилом и два пистолета с фармилкой для Лаки. Все, что присутствует на руках у Team Eretix. Так, Икс Эмэс. Кио. Так, ну поглядим, как Eretix сейчас будет действовать. Судя по всему, это выход до конца будет именно под точку А. Так, Рез. Ну, очень-очень медленно Eretix перемещаются. Как будто, знаете, раунд последней надежды. Вот сейчас не берем, значит, ГГ. В следующем раунде пойдем фидить. Вот примерно так я это вижу. Так, Навк забирает Маку. Уже антрефраг для непол присутствует. Лекра. Хорошую позицию, кстати, для себя занял. Может сейчас нашибать? Как же больно сейчас команде Eretix. Твист. Навк забирает прострелом. Еще не веру. Ну, медленно, но уверенно. NAP идут. Победя на свой маппоинт. Правда, этот XMS делает разменчик по резу. Еще и продамажил неплохо так Лекра одним выстрелом. Но в целом для Нипов все выглядит как под полным контролем. Правда, вот смачка не присутствует. Но зато есть хорошее убийство от XMS. А XMS двоих хоронит. Плопски дает минус 2 в размен. Ну и Лекра в спину также хоронит Лаки. Времени абсолютно хватает на дефуз бомбы. Это 15-й для NIP. А вместе с ним и 11 матчпоинтов, которые они зарабатывают для себя. Да. 4-15. Это ласт карта. Да, друзья. Это последняя карта этого Бест оф Три. Потому что две карты были сыграны вчера. Так, NIP. Сетап 2 АВП нам продемонстрируют. Сейчас навыки Твист с этими девайсами поиграют. Ну, возможно, прям на старте раунда и сумеют задушить своего соперника. Но, либо мы увидим еще порцию раундов для Еретикс. Как вариант. Все-таки 5 калашей и самое время продемонстрировать то, что вы умеете в своей атаке делать. Если, конечно, позволят им это сделать NIP. Пока что два опорника по точке А находятся. Ну и два мид плюс б-сайд контролирует плопски. Так, лаки. 40 хп теряет по старту раунда. Наутк. Полностью подъем контролит. Ну, здесь Еретикс, ну, очень медленно, на самом деле, действует. Никакой инфы они особо для себя не приобрели. Так что даже не знаю. Вот так вслепую выходи. А тут-то уже 4 игрока NIP'ов находятся. Мака. Рез получает так же по себе. Прострел на 43. Рез. Лекра. Рез делает по убийству. Мака забирает рез в ответ. Лекра наук также ставит в антапчику. Ну и Лекра забирает лаки. 16-4. Легкая прогулка абсолютно получилась для NIP. С победой. Всех, кто болел за нить в пижамах. Ну и не расстраивайтесь особо, кто болел за Еретикс.